Дворец порта города Видное в предновогодние дни был наполнен весельем и радостью. Зайчик, лиса, кот в сапогах, персонажи любимых детских сказок сразу вовлекли ребятишек в хоровод. Среди детей, пришедших на праздник, было много участников и победителей разнообразных конкурсов, за что они были награждены билетами на елку главы. Нам дали билет, внуку дали билет, награду за участие в конкурсе в нашей библиотеке в районной детской, посвященной юбилею битвы под Москвой. Он занял там в своей группе место второе. Я, правда, не ожидал. Для детей были организованы и разнообразные мастер-классы. С большим творческим интересом ребята делали елочные шары. Всех поздравляем с Новым годом, приглашаем в наши клубы, занятия бесплатные. Всем здоровья, творческих успехов, всего самого доброго. Создание елочной игрушки своими руками – увлекательное занятие. Максим Воробьев и его бабушка сделали настоящий шедевр. Думаю, я могу сделать из бумаги курицу, которая сносит яйца, ну, это немного другое. Поздравляем с Новым годом, желаю счастья долгого. Алена Мясникова сделала сразу два шарика. С Новым годом маму, папу, бабушку и дедушку. Здоровья, счастья и любви дома. Полные впечатления от игр в вестибюле ребята переместились в Большой зал дворца, где началось сказочное представление. В сказочном представлении приняли участие ребята из звездного вальса, школы-студии «Тодос» и, конечно же, артисты Народного театра «Твит». Играем с 89-го года. Мы ставим как для своих деток. Мы любим всех находящихся детей в зале. Поэтому мы с удовольствием играем и зверушек, и всяких нечистей, и злыдней, и наоборот, положительные образы. Новое детское представление твитовцев называется «Компьютерные штучки под Новый год». Ее герои – Дед Мороз, Снегурочка, Колдунья, Нехачуха и другие. Как и положено в новогодней сказке, в этой также злые силы пускали в ход свое колдовство. Но добро все же победило. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Елена Кошлева, Видное ТВ.